Здравствуйте! Вы смотрите «Тему недели» в студии Наталья Бабенко. К решению проблемы долгостроя «Охта Модерн» подключились депутаты. Дольщики жилого комплекса, представители правительства Петербурга и парламентарии попытались найти выход из сложившейся ситуации. Несколько корпусов жилого комплекса «Охта Модерн» возводятся на Большоохтинском проспекте с 2005 года. Но за синим забором за 9 лет так и не появилось ни одного этажа. Уставшие ждать своей квартиры дольщики в конце марта объявили голодовку, после чего долгострой был взят на контроль правительством Петербурга. Однако, судя по всему, этих мер оказалось недостаточно. Дольщики по-прежнему уверены, нет никаких гарантий, что дом будет достроен. До сих пор дольщики не имеют юридического отношения к своим квартирам. Компания «Питер Констракшн» всячески уклоняется от подписания договора и никаким образом наши отношения с нашими же квартирами нигде не закреплены. По мнению представителей стройкомитета, сейчас все делается для того, чтобы прийти к общему соглашению между дольщиками и застройщиком. Компания «Питер Констракшн» и подписание договора по 214 закону – лишь вопрос времени. Я не согласен с тем, что «Питер Констракшн» отказывается или уклоняется от подписания данных договоров. Как только будет соглашение подписано, устраивающее все стороны, все пункты будут согласованы, значит будет подписано каждое соглашение. Один из пунктов, по которому дольщики никак не могут договориться с застройщиком – это сроки завершения строительства. И в предлагаемом подписании договора изначально закладывается положение, позволяющее «Питер Констракшн» не завершать строительство объекта. Компания «Питер Констракшн» обозначает окончание срока строительства несущественным. Тем не менее, стройкомитет четко обозначил сроки завершения жилого комплекса «Охтомодерн» – конец 2016 года. Андрей Исаев уверен, что к этому времени дом будет достроен. Дольщики не столь оптимистичны. Уже сейчас промежуточный график работ, установленный стройкомитетом, под угрозой срыва. Тот график, который указан, опять же, и вывешен на сайте комитета по строительству, а именно через 8 дней окончания работ по свайному полю, он, к сожалению, на наш взгляд, выдержан не будет. До конца мая застройщик должен полностью завершить работы по установке свайного поля. Еще 18 апреля было забито три пробных сваи, а с 21 апреля планировалось устанавливать более пяти сваи в день. Но, судя по тому, что увидела наша съемочная группа, дело остановилось на тех самых трех пробных сваях. То, что работы практически не ведутся, депутаты и представители Смольного убедились прямо во время заседания. Благодаря камерам, установленным на стройплощадке, транслирующим происходящее в онлайн-режиме. Видимо, там либо тихий час, либо обед. Там обед. Там может быть обед. Я еще раз не отрицаю того, что периодически, возможно, стройка может идти с какими-то перерывами. После вмешательства в ситуацию вокруг жилого комплекса «Охтомодерн» вице-губернатора Марата Аганесяна на стройке в большом количестве появилась техника. Но пока складывается ощущение, что все это лишь показательные действия застройщика. На стройке мы насчитали всего несколько рабочих. Депутаты, в свою очередь, уверены, что «Охтомодерн» будет достроен. Во-первых, объект находится под контролем исполнительной власти. Да и для самого застройщика это далеко не убыточный проект. Все-таки есть экономическая целесообразность у Петро Констракшена, потому что ему были выданы совершенно неплохие земельные участки. И финансовое обоснование «строить и строить» у него есть. То есть есть такая экономическая база для того, чтобы все-таки он построил в конце концов это жилье. В ближайшее время дольщики совместно с застройщиком должны согласовать все пункты договора, который будет заключен в рамках 214-го закона. По крайней мере, это позволит исключить двойные продажи. Кроме того, в случае неисполнения своих обязательств к застройщику будут применяться санкции, предусмотренные законодательством. Вы смотрели «Тему недели». В студии была Наталья Бабенко.